Здравствуйте! Вы смотрите программу «Управдом» в студии Наталья Бернацкая. Сегодня в выпуске. Сколько благовещенских многоэтажек попали в черный список злостных неплательщиков? Кто может лишиться жилья за накопившиеся долги по коммуналке? Какую сумму получит при Амуре на благоустройство придомовых территорий? И до какого часа запретят шуметь? Об этом прямо сейчас. Не переключайтесь, будет интересно. Власти Белогорского района готовятся принять на баланс микрорайон-гарнизон, принадлежащий Министерству обороны России. Вместе с многоквартирными домами на баланс сельсовета перейдет и котельная, отапливающая гарнизон. Вопрос о передаче военного имущества в ведомство муниципалитета в главе при Амуре удалось решить после долгих переговоров в Москве. Эта история началась в конце 2015-го. Тогда, за две недели до Нового года, почти 400 семей живущих в микрорайоне гарнизон в Вожаевке получили письма с уведомлением о выселении. Среди них была Екатерина Денисовна Никос. Учительница географии вспоминает этот день с ужасом и признается, если бы губернатор области не взял ситуацию на личный контроль, их бы попросту выселили на улицу. Пережив страх остаться без жилья, Екатерина Никос делится. Перебой с отоплением и сырой подвал – это мелочи. Подвал, конечно, в плохом состоянии. Он затапливается. Я так думаю, вот бывает сырой, прям дождь там нальет воды, отмостку надо делать вокруг дома. Думаю, вот у нас все равно не сыров, у нас вот сухой воздух в квартирах. Наверное, благодаря тому, что он поновее дом и хорошая вентиляция. Вот я так думаю. Поэтому вот это не дает. И то в подъезде бывает так вот запах сырой. Из 23 домов жилыми остались всего 13. Следить за имуществом военные коммунальщики давно перестали. Пятиэтажки вот уже два десятилетия не видели ремонтов. Десять заброшенных многоэтажек давно разграбили мародеры. Зимой 2016-го на переговоры с Министерством обороны глава Прямурия привез видеозапись. Он сделал ее лично, когда приезжал на встречу с растерянными жителями гарнизона. Хочу показать это видео чиновникам из Министерства обороны, которые почувствуют разницу, когда у домов есть хозяева и когда у домов нет хозяев. Самое наглядное пособие, так как не надо распоряжаться имуществом. Выселять нельзя, оставить. Запятую в этом предложении поставили 8 февраля прошлого года. 16 ноября поставили точку. Приказ Минобороны о передаче 13 ведомственных домов гарнизона в собственность Вожаевского сельсовета подписали. По поручению главы Белогорского района в администрации создали межведомственную рабочую группу по приему и передаче имущества из федеральной собственности в собственность Вожаевского сельсовета. Теперь наша задача полностью собрать всю техническую документацию, определиться с земельными участками, с объектами инфраструктуры, что немаловажно, потому что они находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, поэтому нам придется потратить довольно серьезные средства, чтобы в следующий отопительный период мы прошли безаварийно. Котельная мазутная, поэтому она очень проблематичная, потому что мазут такой продукт, который очень дорогой и тяжело с ним с доставкой. Ну и соответственно и сети, и сама котельная в очень плохом состоянии. Подобной ситуацией находились и более сотни семей, живущих в военном городке в Рачихинске. Как рассказали в правительстве области, муниципалитету будет передано общежитие и два многоквартирных дома, расположенные на территории бывшего военного городка. Жители жили в жилье, предоставленном Министерством обороны, и то же самое достаточно долгое время, и, к сожалению, на ними также нависла угроза населения. Вот эти два объекта нам удалось решить эту проблему, и в настоящее время уже происходят процедуры, предусмотренные законом о передаче это имущество в виде несоответствующих муниципальных образований. После того, как имущество окончательно примут на баланс муниципалитетов, местные власти займутся вопросами оплаты за коммунальные услуги. А пока жители Вожаевки по старинке платят в управляющую компанию, которая находится в Москве. Ирина Кобзарь, Андрей Цветков, Первый областной. С этого года в России изменились условия оплаты за ОДН. С 1 января собственники жилья будут платить только за установленный постановлением губернатора норматив. Потери, которые образовались сверх этой нормы, лягут на плечи управляющей компании или ресурсоснабжающей организации. На подготовку к нововведениям управляющим компаниям дали полтора года. Закон о переводе платы за ОДН из коммунального ресурса в жилищный быт был принят еще летом 2015 года. Новая форма предусматривает существенные изменения, в первую очередь для собственников жилья. Уже с этого года граждане будут платить за общедомовые нужды строго по установленному нормативу. Все, что сверху, должны оплачивать управляйки. Сегодняшнее нововведение, вот эту ситуацию регламентируют строго, что граждане, собственники должны оплачивать нормативный уровень потерь, а сверхнормативные потери – это забота управляющей компании. Либо она добивается, чтобы его не было, а мероприятия для этого невеликие, все, собственно, лежит на поверхности. Уберите хищение, приведите в порядок, допустим, ту же электропроводку, тот же прибор учета, который, возможно, уже там 10 раз просрочит свой срок поверки, и тогда вы не платите сверхнорматив. Либо вы этим не занимаетесь, ну тогда рискуете через некоторое время получить иск о возмещении расходов ресурсно-набжающей организации. 35 многоэтажек Благовещенска значатся в списке злостных должников. Такие данные обнародовали амурские коммунальные системы. Самый крупный долг – более 8 миллионов рублей – накопила пятиэтажка по адресу улица 50-летия Октября, 206, дробь 1. Дома, попавшие в черный список, сотрудники АКС будут отрабатывать совместно с администрацией города Благовещенска, управляющими компаниями и даже участковыми. Составленными списками воспользуются и судебные приставы. Они проведут рейды по изъятию имущества, направят иски в суд на выселение. Муниципальное жилье, которое Благовещенцы используют по договору социального найма, но не выполняют своих обязательств по его оплате, будут контролировать в первую очередь. Во дворах домов-должников проведут собрание собственников. На встречах планируется присутствие окружных депутатов, представителей жилищной инспекции, судебных приставов, участковых, представителей Народного фронта. Решившим расстаться с задолженностью, на месте будет предоставлена возможность выездной сверки и оплаты. Более того, для жителей домов из черного списка выделят отдельное окно в Благовещенском РКЦ. По данным АКС, сегодня почти полтора миллиарда рублей задолжали потребители. И более 67 миллионов недоплатили именно жители многоквартирных домов. Благовещенские власти начнут работу по выселению с муниципального жилья сирот, которые не платят за коммунальные услуги. Общий долг такой категории граждан за последние три года превысил 2 миллиона рублей. Вместо квартир им предоставят комнаты в общежитии. Городские чиновники проведут ревизию муниципального фонда. Общая задолженность за оплату коммунальных платежей, вот этих 136 квартир, составляет 2 миллиона 711 тысяч 573 рубля. Из них в 48 квартирах задолженность сложилась свыше 20 тысяч рублей. В течение 2016 года дважды мы всем гражданам направляли уведомления о наличии долга и требования погасить задолженность. Вместе с тем, ни одно наше требование удовлетворено не было гражданами. По словам местных властей, ответственность за оплату коммунальных услуг в муниципальных квартирах лежит на тех, кто в них проживает. Но зачастую некоторые сироты, получившие жилье от государства, попросту не оплачивают долги. Хотя для такой категории граждан предусмотрены различные варианты реструктуризации задолженности. Мы сегодня начинаем очень жесткую политику с неплательщиками. Если он нуждается в помощи и поддержке, мы готовы проконсультировать и подсказать, как это можно сделать. Но если он категорически не хочет никаких мер предпринимать, тогда будут действовать те механизмы, которые сегодня существуют в Российской Федерации. В Благовещенске уже были прецеденты, когда люди переселяли из муниципальных квартир в комнату общежития. Это касается не категории сирот, а в целом всех проживающих в муниципальных квадратных метрах. В прошлом году было подано 15 подобных исков. И только один случай довели до реального выселения. Остальные свои долги оплатили. Городские власти объясняют, до лета они проведут ревизию муниципального жилья, которое предоставляли сиротам. И будут решать вопрос категорично. А после такую же работу проведут в отношении всех граждан, проживающих в квартирах по договору специализированного и социального найма. При Амуре получат 146 миллионов рублей на благоустройство дворовых территорий. Деньги будут выделены в рамках реализации проекта партии «Единая Россия». На заседание депутатской фракции к парламентариям обратился глава региона. Александр Козлов отметил, что нужно объединить усилия для выполнения этого проекта. Ведь от него сплошные плюсы. Как было отмечено на заседании депутатской фракции, помимо денег федеральных, предусмотрено еще и софинансирование из областного бюджета – 44 миллиона рублей. Программа будет работать в течение трех лет. Глава региона подчеркнул, что при распределении денег и выборе территорий для ремонта нужно учитывать мнение рядовых амурчан. Ведь прошедшие выборы и встречи показали – проблема развития дворовых территорий и их благоустройства – проблема для жителей области актуальная. В бюджете региона отдельно есть строка на расходы по развитию городских парков, но заложенных средств 7,6 миллиона рублей недостаточно. Партийный проект очень кстати. И мы с вами, я считаю, должны вместе с правительством предложить какое-то решение, которое будет бесфамильное, но такой некий регламент, который говорит, почему именно здесь. Вот завтра к нам придут, скажут, почему именно здесь, почему не там, почему не здесь, чтобы вот этого не было. Что это за документ? Я прошу вас подключиться тоже, я такие поручения дам Минстрою в этом плане, тоже посмотрите, почему, потому что, ну это в том числе, уважаемые товарищи, и показаниям людям, которые поддержали нас на выборах, на предмет того, что их пожелания, их поручения не остались где-то. Также было отмечено, что нужно учитывать практику областного центра. В этом направлении у Благовещенска хорошие результаты, плюс город уже набил свои шишки и сделал выводы. Амурские депутаты поддержали законопроект об увеличении времени режима тишины. Если поправка будет принята в третьем чтении, шуметь запретят до 9 утра. Соответствующая инициатива была рассмотрена на очередном заседании законодательного собрания Амурской области. На первой в этом году сессии народные избранники рассмотрели 30 вопросов, среди которых поправки в закон о бюджете при Амуре и о том, кто должен устанавливать сумму минимального взноса на капремонт. Подробности в нашем следующем материале. Бюджет области в ближайшие три года немного увеличат за счет поступлений с федерального бюджета. Средства должны прийти тремя траншами, начиная с 2017 по 2019 года. Деньги направят на реализацию государственных программ, среди которых повышение уровня социализации инвалидов, создание комфортной городской среды, обустройство городских парков и мест массового отдыха населения. Более 44 миллионов рублей дополнительно выделят на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали. Доходы областного бюджета увеличены в 2017 году на сумму 604 миллиона 720 тысяч рублей. В 2018 год это 120 миллионов 992 тысячи рублей. В 2019 год на 87 миллионов 585 тысяч рублей. Это связано прежде всего с тем, что параметры бюджета приводятся именно к тому объему безвозмездных поступлений, которые распределены Амурской области законом о федеральном бюджете на предстоящие три года. В ходе заседания депутаты в первом чтении приняли поправки в закон об административной ответственности в Амурской области. В частности, было предложено на два часа увеличить период тишины в выходные и праздничные дни. Сейчас шуметь запрещено с 22 до 7 утра, а хотят увеличить промежуток до 9 утра. Кроме этого, предлагается ввести запрет на громкие звуки и в обеденное время. В период с 13 до 15 нельзя будет свистеть, громко петь, ввести ремонтные работы в подъездах, квартирах и общежитиях. В настоящее время действующая норма предусматривает административную ответственность за нарушение тишины, так называемый обеденный период отдыха, только в домах отдыха, санаториях, турбазах, а также в круглосуточных действующих учреждениях образовательных и медицинских. Законопроект предусматривает и увеличение административных штрафов в отношении шумных граждан от 500 рублей до 2000. Должностные лица, нарушившие норму, заплатят от 1000 до 4000. Юридические лица могут раскошелиться сразу на 5000. Еще один законопроект о капитальном ремонте в многоквартирных домах внесли на рассмотрение депутаты от фракции ЛДПР. В частности, либералы предложили устанавливать сумму первоначального взноса парламентариям, а не правительству области. Однако эту инициативу на заседании не поддержали. В профильном комитете сослались на соответствующее поручение президента России. Поручение президента о создании механизма ценообразования, точнее тарифообразования взносов на капитальный ремонт. Это поручение имеет достаточно жесткие временные рамки. И поэтому предложение правительства заключалось как раз в том, чтобы сейчас этот законопроект отклонить, не рассматривать, а вернуться к нему после того, как эти решения на федеральном уровне будут приняты. Вернуться к этому законопроекту амурские парламентарии могут уже этой весной. Еще один законопроект, предложенный либералами, об установлении единой даты определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц, также не набрал необходимое количество голосов. Юрий Камышный, Андрей Цветков, Первый областной канал. С начала этого года изменился порядок перерасчета за пользование горячей водой при временном отсутствии жильцов. Ранее для этой процедуры необходимо было предоставить заявление и документ, подтверждающий отсутствие человека в квартире более пяти суток. Теперь же этого недостаточно. Помимо вышеперечисленных документов требуется еще и акт технического освидетельствования о невозможности установки водосчетчика в квартире. Такой компетенцией наделены управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и другие обслуживающие организации. Не смогут получить перерасчет без подобного акта и жители, которые написали заявление о планируемом отсутствии заранее. За период до 1 января 2017 года временное отсутствие будет учтено. А вот с января будет сделан перерасчет по нормативам. Еще одно новшество коснется начисления платы за услугу нагрева воды в квартирах, где никто не прописан. С нового года закон обязывает в таких квартирах оплачивать услугу нагрева воды по числу собственников жилого помещения. Иными словами, если собственниками одной квартиры без приборов учета являются два и более человека, вне зависимости от доли собственности каждого из них, и в квартире нет прописанных, то размер платы за нагрев воды должен производиться по нормативу, умноженному на каждого собственника. В Благовещенском РКЦ стартовал опрос посетителей. Российские коммунальные системы решили изучить уровень удовлетворенности клиентов с целью повышения качества оказываемых услуг. Анкетирование продлится до 3 февраля. Благовещенск стал одним из четырех городов, в которых началось исследование. Вопросы, на которые просят ответить абонентов, касаются удобства расположения и графика работы РКЦ, профессионализма персонала, качества работы сервисов для удаленной передачи данных приборов учета и получения платежных квитанций, развития онлайн-сервисов и многого другого. Анализ результатов анкетирования позволит определить критерии оценки работы специалистов и выработать планы повышения эффективности. Всего в ходе исследования планируется опросить более полутора тысяч потребителей и порядка 200 юридических лиц. Продолжит программу наша традиционная рубрика «Коммунальные новости». Информацию собрала Вероника Федореева. Ей слово. Наказание за открытые чердаки. Депутаты Орловского областного совета решили внести поправки в региональный закон. Так, за открытые чердаки и подвалы народные избранники предлагают штрафовать управляющие компании и ТСЖ. Сумма административного взыскания составит от 10 до 20 тысяч рублей. Пока проект одобрен в первом чтении. Остались без горючего. В разгар зимы в селе Колымской республики Саха-Якутия около тысячи жителей чуть не лишились света. Горючее на электростанции оказалось на исходе. Электричество в дома подавали через каждые два часа. В таком режиме люди прожили почти две недели. На это время был введен режим ЧС. Для спасения населенного пункта дорожники и МЧСники грузовыми машинами и вертолетом перевезли почти 30 тонн солярки. Акция «Ледниковый период». Активисты Подмосковья решили собственными силами бороться с управляющими компаниями, которые не убирают наледь и сосульки с крыш. Жители Серпухова, Одинцова и Сергиева Посада выложили в социальных сетях около 250 фотографий с хэштегом «Ледниковый период МО». Благодаря подобным сигналам большинство управляек ликвидировали недочеты. Цена на газ. Федеральная антимонопольная служба России утвердила индексацию оптовых цен на газ для населения. С июля 2017 года индексация составит 3,9%. Приказ об этом ведомство разместило на официальном интернет-портале правовой информации. В частности, дешевле всего газ будет в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. От 2,5 до 3 тысяч рублей за тысячу кубометров. На 2-м месте Тюменская область от 3 тысяч рублей. На 3-м Оренбургская и Астраханская области почти от 3,5 тысяч рублей. Исправность отопительных печей и электроприборов проверили сотрудники МЧС и Центра доброта в ходе совместного рейда по частному сектору областного центра. Побывали в домах, где проживают пенсионеры, ветераны Великой Отечественной, а также многодетные семьи. Такие рейды проходят регулярно по всей области. Инспекторы МЧС еще раз напоминают горожанам основные правила пожарной безопасности, рассказывают об административной и уголовной ответственности за их нарушения. Обязательно раздают памятки, в которых указаны телефоны оперативных служб, куда необходимо обращаться в случае пожара или иной нештатной ситуации. На сегодня все. Программа подошла к концу. Ищите нас в интернете, в социальных сетях Одноклассники, Фейсбук и на новостных порталах. Амуробл.тв.тв.город.рф. Дозвониться нам можно по номерам 777-201 и 773-445. Смотрите нас снова. Субтитры подогнал «Симон»!